приветствую вас на канале это видео снимал мой коллега с нашего сервиса в городе харьков я думаю что это видео будет полезно тем кто хочет заниматься ремонтом электромобилей или уже начал им заниматься приятного просмотра здравствуйте зрители канал сегодня интересная история есть у этой прекрасной красненькой машинки на самом деле вообще очень богатая особенно в условиях нашего сервиса и диагностика показала ошибки по контакторам после чего сняли батарею попала вода на полку вода устроила короткое замыкание на шинах батареи внешне на самом деле она в батарее то есть батареи показывают нормальное сопротивление изоляции только включаются контакторы у нас при charge to low либо низкое сопротивление изоляции но из-за этого решили конечно что проблема в моторе если она не в батарее значит она в моторе мотор я предварительно открыл крышку прозвонил пусть с ним все окей вот так же по остальной изоляции по машине все окей сопротивление изоляции внешней у нас где вскрываем батарею демонтируем заднюю полку сопротивление по батарее с извлеченной чекой у нас в принципе в пределах норм до 100 мегом оказывается проблема в полке сейчас продемонстрирую если она еще не просохла до конца либо сопротивление между вот этими контактами и землей поэтому сейчас сейчас уже все в порядке самой полке в разъем залилась вода проверил контакторы с ними все в порядке в общем собираю батарею ставлю назад пытаюсь поставить у нас две неисправности по машине бьет ошибка chargers gateway 024 charger mia и ошибка по этому по 10 10 преобразователю по факту 10 10 не работает то есть напряжение держится только за счет нашего блока питания демонтируем защиту добираемся до 10 10 для того чтобы проверить общий сигнал сигнал на включение 10 10 приходит ли с бмс или нет сигнал с бмс выходит за разъемами он есть на 10 10 он приходит только у 10 10 провод вытащен из разъема я фишку снимаю пин где-то там в глубине итак рассмотрим что такое хвил это защитная функция которая использует низковольтную петлю для контроля целостности высоковольтной цепи система хвил предназначена для защиты людей которые могут контактировать за восковольтными компонентами электромобилей основными электрическими компонентами используемый высоковольтном контуре блокировки электромобили это являются разъемах phase с уровень разрыв сты �аты он же предохранитель ecc Pole щек а все стыковочки клемма сокольных разъемов оснащены сигнальными клемма низкого напряжения если ся налоги скором напряжении прерываются это означает что один сосковоль у него послаблен или отсоединен напряжение дисковольная цепь может контролировать как бмс так и в цем или его по одновременно для чего это сделано для контроля о целостности разъемов высоковольтной цепи и их стыковки. Размыкание разъема под нагрузкой приведет к образованию опасности, связанной с образованием высоковольтной дуги, а также грозит выходом со строя электронных компонентов системы. Это первое. Во-вторых, это разъединение элементов цепи под напряжением угрожает человеческой безопасности. Это могут быть как хозяин, пользователи, так и персонал сервиса. Поэтому важная штука, не надо ее обманывать, не надо ставить перемычки, резисторы и так далее. Вернемся, в общем, к Тесле. Как у нас движется петля? Она проходит через высоковольтный разъем возле самой BMS, выходит наружу и движется через 976 разъем, этот, который за дженшин-боксом спрятан. Далее через разъем подрамника заходит в инвертор. Вот с инвертора выходит на первый чарджер, там у нас резистор и концевик крышки. Потом идет на дженшин-бокс, там тоже концевик есть крышки. После этого идет на второй чарджер, там тоже резистор, концевик крышки и петляет опять же через дженшин-бокс. Если нет второго чарджера, резистор стоит в джинбоксе. Потом через 950 разъем, это возле левой ноги водителя, уходит под капотку на DC-DC, там делает петлю через все агрегаты и возвращается, опять же, через левый разъем возле ноги водителя в салон и обратно на БМС. Так, смотрим дальше. Что мы можем посмотреть на официальном документе Теслы? Это общая принципиальная схема цепи Хвилл, которая начинается с источника тока в 20 мА. Сигнал, кстати, сразу считывается возле источника тока. После чего сигнал проходит через шины силовые, 36 разъем, 11 пин и побежал по кругу. Обратите внимание, что если второй зарядник не установлен, а это чаще всего, то интерлок проходит вместо второго зарядника через джиншинбокс и там тоже ставится резистор на 60 Ом. А если второй зарядник стоит с лайфчарджер, то резистор на 60 Ом находится в нем. То есть они не дополняют друг друга, а он либо там стоит, либо там. Так, потом они нам показали, что 4 резистора по 60 Ом в сумме получается 240. Если это перемножить на 20 мА, то общее падение должно составить 4,8 В. Ну и скрин со старого тулбокса. Так, ну дальше мы можем увидеть распиновку некоторых разъемов, в частности это DC-DC, 976-й коннектор, распиновку Хвилл на инверторе и разъемах чарджеров. Самое вкусное они оставили в середине документа, это прям вот топчик. Они решили нам показать, что на каждом разъеме падает по 1,2 В при прозвонке. Четко указано, что пока система производит измерения на тех или иных пинах, должно быть соответствующее напряжение относительно массы. А если система выключена, то есть не прозванивает Хвилл, то мы должны переключиться на Омметр и пробежаться по разъемам цепи и увидеть соответствующее сопротивление на тех же пинах. Я лично думаю, что стоит начать с 976-го разъема, с 4-го пина, то есть посмотреть, приходит ли напряжение с БМС, то есть прозвонит ли она систему. Если она не прозванивает, ни разу не пытается это сделать, тогда надо переключиться на Омметр и мы должны увидеть 240 Ом. А дальше можно каждый участок цепи по очереди перемыкать ну какой-то перемычкой для того, чтобы увидеть сопротивление в цепи. То есть если у нас там слишком большое какое-то, можно перемкнуть там либо один чарджер, либо второй чарджер, либо там сразу два чарджера, вот, исключить из цепи. Или, например, всю подкапотную проводку вместе с DC-DC, вот, со всеми там компрессорами, хитрыми. Они пытались устранить проблему по Хвиллу на переднем разъеме с водительской стороны под левой ногой. Поставили мимо разъема, вытаскивали пины, состыковали, замотали изолентой. То есть есть проблема с Хвиллом. Вот, когда я уже поставил батарею на место, машина перестала ехать. Хвилл то работает, то не работает. Возле ноги слева, вот, через этот разъем проходит Хвилл. О, а вот и ошибочка. БМС, Хвилл. Давай, давай. И сразу БМС. Интересует Хвилл. О, имеем 240 Ом сейчас. 240 Ом это то, что нам полагается. Меряем на вот этом вот разъеме, который находится за главным чарджером. Имеем 0 вольт прозвоночки. Наблюдаем. Слышим звук контакторов. Но чарджер МИА. Вот такие ошибочки в данный момент. Возвращаемся к нашему прелестному прибору. Он показывает 4,85. Это напряжение прозвонки. Прикол. Это осциллограф. Возвращаем авто. Так. Теперь пробуем продергать жгут возле чарджера. Наблюдаем, что происходит. Оп. Напряжение завалилось у нас за 5,9. Отключились контакторы. Заморгала машинка. Это произошло по причине того, что разъем отошел. Или по причине того, что жгут где-то тянет. Нет. Это гнездо. Гнездо в чарджере. Сейчас ненадежно сидит. Ну вот на данном этапе как бы ш один, ш второй разъем чарджера. Если чуть-чуть пошевелить, у нас начинаются свистопляски с сопротивлением в большую сторону. Чуть-чуть касаешься 7,3 килоома. Ну, пины ненадежно сидят. Показываю, что я делаю сейчас. Я шевелю разъем. Вот. Вот так вот. Вот так вот. На чарджере. За проводочки его. И все. И сопротивление меняется. Сейчас будем играться с передним разъемом. На переднем разъеме тоже самое. Ты шевелишь. Сейчас. Шевелю здесь. Вот так вот. Зажгут. И уже сопротивление гуляет. Что, какой следует из этого вывода? Надо уплотнить, получается, все разъемы. О, поджимать пины. Сейчас я этим и займусь. Для того, чтобы нам поджать пины на разъеме. Вот все типичные разъемы Теслы. Кстати, у меня вопрос к мастерам. К мастерам, которые занимаются ремонтом, диагностикой. Да, вот видите, вот этот вот пин. Отверстие. Ну, вот оно разве должно быть круглым, скажите мне. Ну, типа, если вы что-то прозваниваете, что вам мешает с обратной стороны подоткнуться под резинку? Иглой. Я понимаю, может, не все их есть, но купите. Подоткнулись вот так вот. Все, есть контакт. И померили. Под резиночку аккуратненько. Иголочкой. Это будет намного лучше, чем вы вот втыкаете вот сюда вот. Родными щупами мультиметра. Такими жирными. Чтобы раздолбать и пластик, и пины. А потом они отходят, а потом нету контакта. Машина может встать посреди дороги просто потому, что... Просто потому, что у мастера нету иголочки. Ладно. Этот момент упустим. Дальше. Вы хотите поджать пины. 12-ти вольтовый аккумулятор тут при чем, да? Спросите вы. Потому, что тесловские разъемы делают вот так вот посмешно. И все пины закоротили. А вот этот вот крайний, который сейчас в коротком, это первый седьмой пин, и они отвечают за питание. Вот. То есть, короче, вы только разъем начинаете дергать, и они все, короче, между собой начинают дружить. Назовем это так. Пины подружились. Получили вы сгоревших несколько предохранителей. Потом еще мучатся искать, где предохранители сгорели. Ну, типа, надо оно вам. Мне кажется, проще отключить 12-ти вольтовый аккумулятор. Вытащили пин, вот. По одному, чтобы потом не перепутать, где и откуда что взял. Что мы делаем? Загоняем с обратной стороны разъема иголку и направляем ее в ту сторону. Это можно даже сделать одной рукой. Вот это я переборщил, она вылезла с этой стороны. Но нам надо под язычок. Под язычок запахнуть, язычок приподнять. Все. Вы уплотнили, а он вообще в своем родном состоянии, можно сказать. Что это у меня такое? Это тросик капота. Итак, на мультиметре мы можем посмотреть с помощью осциллографа хотя бы КАН. Это низкая часть. Это высокая часть. То есть хотя бы КАН мы можем посмотреть. О, смотрите, как мы можем пачки рассмотреть данных. Типа тут 12 МГц, автолограф. Вот, ну вроде бы похоже на правду он. Ну вот они, пачки данных, носятся по КАНу. Тыц, 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 тыц. Итак, остались у нас ошибки по BNS, но они уйдут сами. Вольтедж лимит, брик сенс, это тоже случайные ошибки, они тоже самостоятельно уйдут. Так, что было? А это я не видел чарджер или из-за низкого напряжения 12-вольтового аккумулятора при включении, при подключении 12 вольт. Либо просто нужна была лишняя перезагрузка, но на данный момент все ок, ошибок нету. Пины все восстановлены, и все работает. И чарджер, и хвилл, то есть я протрусил жгуты, но контакторы не выключаются, такой галематии нету. Дор open пока светится. Ну и все. Контакторы на месте, то есть нигде ничего не отключается. Да? Сейчас форда подоткнем в эту прекрасную машину. Та-дам! Пошла, родимая. Без всяких ошибок. 3 киловатта. Так. Как же неудобно в факторе это делать. Заодно захотели проверить точность данного прибора, так как с одной стороны в компактном корпусе есть не только мультиметр, но и одноканальный осциллограф, и даже генератор импульсов. А проверять будем с помощью более прецензионных приборов, которыми хорошо работать на столе, но не особо удобно работать на автомобиле. 5 вольт и 1,1 килогерца. Вот. Ну, у нас средняя до 2,5. Да, как раз средняя взял. А у нас измеренная на осциллографе. Включаем теперь здесь осциллограф. 200 вольт. Нажимаю авто. Происходит подстроечка. Оп. Все. Зафиксировала. Вот. Тоже 1,01 килогерца. То есть определяет он правильно. Зацепились. Теперь я выхожу из осциллографа и захожу в генератор сигналов. Смотрим. 1 килогерц. 50 вольт натоскважности. Амплитуда 3 вольта. Это максимальная. Переставляем выход на генератор сигналов. Смотрим, что у нас показывает осцилл. 1,52 в одну сторону и 1,52 в другую. Но это максимум по напряжению, что он может выдать. То есть 1,5 вольта в одну сторону. Теперь я переставляю частоту. На 50. Вот. Частота поменялась. Разворачиваем. Смотрим фронты. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть плывет. Форму меняем на синус. Синус красивый. И на треугольничек. Треугольничек тоже красивый. Вот так вот соединяем. 1 мм. Сейчас выставим на 20,40. Здесь показывает 20,36. Здесь показывает 20,40. 1 вольт. Как оказалось, прибор достаточно точно производит измерения. Если кого заинтересует такой прибор, то оставлю ссылку в комментарии под видео. Если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok